сейчас снимали мы жанку я снимала жанку за столом как она доедала и василиса у меня прорвало начала мне рассказывать про детский садик в общем я и спросила вася ты сможешь вот это все повторить а я тебе запишу если получится ролик мы его выпустим на год пожалуйста в общем у нас снежан тут все-таки она до кушала до доела вас расскажи про садик давай я не буду тебе не даже ничего подсказывать просто расскажи детском садике когда мы ели кто-то не успевал доедать воспитатель заходил спальню закрывал дверь и когда тот кто не успевал доедать уже разделся и пошел открывает дверь и воспитатель говорил это дело только один воспитатель а другой нет но мы не будем называть имя и попросил углевать именно детей можешь называть потому что ну без фамилий а имя отчество воспитателя не называй городок у нас маленький поэтому ну я не скажу что нас были плохие воспитатели хорошие ну вот случались у них такие так не будет перебивать давай ваших ходили спальню и воспитатель говорила куда ты идешь и спи на стуле надо было быстрее все уже легли снежа у вас тоже так делали нет вашей группе нет не делали так нет не наказывали так никого вы все успевали кушать но снежа на другой группе было ой я зачем это записываю ведь не для того чтобы сказать что вот воспитатель такие плохие нет конечно воспитатели хорошие и вася вот например она ей нравится эти воспитатели да да любит она их до сих пор вот ей хочется бегать садик пожалеться с ними вот для чего рассказываю говорить со своими детьми потому что даже вот у нас василиса и да такая связь она все рассказывает но вот это для меня новость а когда лера у меня ходила в детский садик для меня тоже было небольшим откровением выслушать что там происходило но уже несколько лет спустя когда василиса пошла в садик и лера у меня рассказала как у них тоже воспитатель обещала ножницами отрезать языки тому кто не допивает молоко с пенками или что-то в этом роде я наверное у лера спрошу уточню точно чтобы уж не наврать так что вот сегодня у нас очень длинный влог получается я периодически включаю телефон потому что мы целый день дома я уже говорила мы болеем мы это не только мои дети я тоже немножко приболела но я пока в состоянии делать домашние дела так слегка у меня на давление но скорее всего на нервной почве потому что когда у меня болеют дети я очень переживаю и нервничаю мне нравится когда они у меня бодрые веселые здоровые так что вот вот такие вот у нас рассказы для вас слушайте записывайте мотайте на ус у кого дети еще не ходят садик спрашивайте своих детей пусть они вам рассказывают потому что скорее всего малышня думает что это порядок нормы вот такое обращение воспитателей то что их ругают и наказывают вот я считаю что это не норма и воспитателей не имеет права так поступать может быть как-то и нужно наказывать детей но но не так это очень жестоко потому что у ребенка может сыграть действительно большую роль вот это наказание как вот у нас например егор со снежаной у них культ еды мы конечно тоже любим покушать но у нас нет такого культа а когда появились егор со снежаной мы наверно у них научились любить еду телефон у меня отключается не знаю записать эти слова или нет повторю в общем у егорса снежаной научились еду любить да васюш у нас теперь тоже праздник периодически вот все неосознанное все в нашей жизни есть такой канал где философствует и размышляет хозяин канала прикреплю ссылочку не буду называть имя потому что я не знаю разрешит он его называть не разрешит я конечно имя знаю вот на ссылочку прикреплю посмотрите конечно не все любят такие размышления но все-таки грани истины эзотерики в общем ссылочку прикреплю что окружающий мир будем делать давайте а